Всем доброго дня суток! С вами Эльвира из Америки. Жалтопоры лишь подала на елташ лактин Дандоне Эльвира Америка Гачан. В нашей жизни происходят речи с людьми, которые впоследствии оставляют очень глубокий след в памяти. Вот одну из таких историй я и хочу вам рассказать. Эта история, опять же, связана с нашим переездом, перелетом из России в Америку. Летели мы из Москвы до Цюриха и из Цюриха до Нью-Йорка. Очень удивительным показалось для меня то, что именно вот нас четыре человека было, которые летели именно из Москвы до Цюриха и из Цюриха до Нью-Йорка. Четыре человека — это я с двумя своими дочерьми и одна девушка Оля. Оля, она летела по работе. Она работала курьером в Американско-российской компании в Москве, в Цюрихе. Я имела проблемы с женщиной, которая нас проверяла в паспортном контроле. Эта женщина, посмотрев все мои документы, она меня спросила, почему у меня нет обратного билета. Я тогда ей сказала, что я не планирую лететь обратно, потому что у меня виза невесты, и я собираюсь выходить замуж, создавать семью и продолжать жить в Америке. На что эта женщина весь этот разговор, запомните, был через вот эту вот девушку Олю. И эта женщина на паспортном контроле, она сказала, а что, если он не женится? Тогда я, естественно, ответила, ну, по-нашему. Я говорю, ну, если не женится, это значит не твое дело. И тут мне Оля поворачивается, говорит, я не буду ей это переводить, я не буду говорить то, что ты сказала. Если я скажу, то ты точно полетишь обратно с детьми в Москву. И тут она, Оля, поворачивается к ней. Я не знаю, что она сказала, но... В итоге другой мужчина рядом с этой женщиной на паспортом контроле, который наблюдал за всем происходящим, он просто взял мой паспорт, посмотрел, посмотрел все наши документы, посмотрел документы, значит, девочки были просто тогда вклеены в мой паспорт, потому что они были очень-очень юны, 6 лет и 10 лет. Визы также были вклеены в мой паспорт. И проверив все документы, здесь мужчина, он сказал, то есть проблем нет останавливать меня, и что я имею право продолжать свое путешествие. После всех этих переговоров через Олю мне дали разрешение, как говорится, зеленый свет сказать, что в этой поездке Оля не только переводила мне с русского на английский, там были еще другие европейцы, которые разговаривали на французском, на немецком, на итальянском. И Оля всем этим европейцам разных стран она переводила. Конечно, вот эта вот вся длинная очередь просто была в таком шоком состоянии, что одна такая девушка помогает всем в переводе. Только подумайте, это не только вот русский и английский, тут и итальянский на английский, тут и немецкий на английский, тут и французский на английский и так же обратно. Я тогда Олю спросила, говорю, Оля, у тебя какие-нибудь крутые родители? Она говорит, нет. И причем она была откуда-то из периферии, тогда она мне сказала, но я уже теперь забыла. Мама у нее была врачом, я это хорошо запомнила, но кем был отец у нее, я не помню. Она сказала, что у нее всегда была любовь вот к английскому языку, любовь к языкам. Но приехав сюда, в Америку, я скажу, что моя старшая дочь не только выучила английский язык, но и так же выучила свободно, сейчас общается на испанском языке. То есть вот эта вот встреча, встреча с Олей, которая просто поразила своим знанием английского, итальянского, французского и немецкого, и, конечно же, русского языка, всех этих языков. Вот эта вот встреча осталась бесследна. Впоследствии я спросила Олю, откуда у нее такие знания иностранных языков, и она мне сказала, что она студентка факультета иностранных языков. Конечно, кроме меня еще другие люди спрашивали у нее, и вопрос, конечно, был такой, откуда она, и тут она сказала, что она из России. Я была очень горда, что у меня такая соотечественница летела вместе со мной. Соотечественница молодая, ей было всего лишь 21 год тогда, потому что я спросила ее. Вот говорят же иногда, что мудрость все-таки не зависит от возраста. Мне тогда было уже 32, ей 21. Я была мама двоих детей, но у меня не было вот именно такого опыта общения с иностранцами, как у Оли. Если бы тогда не попадись Оле, кто его знает, как бы у меня судьба повернулась, возможно, мне пришлось бы обратно возвратиться в Россию, но этого не случилось. Почему? Потому что мне попалась Оля, которая не только перевела мне с русского на английский, но и она, зная культуру, вообще знала, как себя вести вот в таких случаях, она дипломатично ответила, я так думаю, потому что мне разрешили продолжить полет. Я сама много раз переводила иностранцам в Россию, и в эти минуты я вспоминала всегда Олю, то есть она была своего рода таким англом-хранителем для меня, для нас и для всех этих остальных европейцев, а тут уже мне спустя несколько лет, когда я уже поправила свой английский и была в состоянии общаться с людьми на английском языке, уже я помогала людям, которые, в общем-то, не говорили на русском языке, они говорили на английском. Одна такая встреча произошла в московском метро, я только прилетела, и мне пришлось пересаживаться, ехала я через метро, через белорусский вокзал, и в метро я стала в очередь покупать, значит, билеты и на поездку в метро, и тут я смотрю впереди, девочки-иностранки, выглядели они как китаянки, стояли, знаете, с переводчиком, с книгой, и искали, вот, как сказать, что им нужен, значит, билет на шесть поездок, и слышу, они разговаривали на английском, и, в общем, тут уже, знаете, очередь-то как бы становится длиннее и длиннее, и все уже нервничают, и я как бы, я говорю, hello, girls, how may I help you? Говорю, привет, девочки, как ваши дела? Как я могу вам помочь? Они говорят, oh, someone's speaking in English, кто-то говорит по-английски, yes, would you please help me? Пожалуйста, помогите нам. Я, oh, sure, конечно, нет проблем, и я им тогда помогла, с английским языком, то есть помогла я, вернее, с русским языком, я тогда помогла им купить билеты в метро. метро, все люди, которые стояли в очереди, они были безумно счастливы, что кто-то нашелся англоговорящий и помог вот этим двум девочкам. Потом я спросила, откуда они, и вообще, что они делают в России, и они сказали мне, что они из Канады и прилетели в Россию на какие-то там буквально 4-5 дней посмотреть Москву и Санкт-Петербург. я пожелала им счастливого путешествия и попрощалась с ними. Это вот, так сказать, своего рода я была тоже Олей для этих двух китайских девочек из Канады. А следующее, я помню, я в Шереметьево встретилась, значит, с одним из моих очень хороших знакомых, который впоследствии стал другом, даже другом семьи, я потому что познакомилась с этим, у этого человека не только с ним, самим, а всей семьей, и с мамой, и с женой. он меня встретил в аэропорту в Шереметьево, и мы пошли с ним, значит, обедать. И в момент, когда мы смотрели, значит, меню, тут, значит, на кассе женщина так очень громко говорила, я не понимала английского. Я думаю, господи, что она кричит. А тут иностранец, мужчина, значит, спрашивал у нее, как он может купить еду. А она опять, значит, я не понимаю английского. Я подошла, я говорю, how may I help you? А он говорит, oh, thanks God, спасибо, господи. Кто-то говорит по-английски, I'm hungry, я, говорит, голоден, я хочу есть, но я не знаю, как, говорит, купить еду, помогите мне, пожалуйста. Я говорю, of course, no problem. Я говорю, конечно, нет проблем. И тут я поворачиваюсь, с ней, я говорю, вы, чего кричить-то? Он ведь прекрасно вас слышит, только от того, что вы говорите громко, он не поймет вас, не надо кричать. Я говорю, он голоден, он хочет купить еду. И тут она говорит, пусть берет поднос и, в общем, ставит все, что ему нужно на поднос. И, в общем, на кассе она уже все это проверит, сколько по граммам, развесит и скажет, сколько денег нужно будет заплатить за всю еду. Я ему все это объяснила. Вот. В итоге, в общем, он купил свою еду, остался счастлив, потому что, как говорится, покушал, когда полный желудок и люди становятся добрее. Вот. Но тут он от меня, конечно, не отстал. Ну, наверное, разговаривал со мной минут 45. И я с ним общалась так же дружелюбно. И он мне рассказал, что он из Шотландии, from Scotland. И то, что он по бизнесу приезжает сюда, в Россию, он меня спросил, откуда я. Я ему сказала, I'm from Florida. Я из Флорида. I'm living in United States. Я живу в Соединенных Штатах Америки. И он сказал, что у него, в общем-то, даже есть дом вот в Орландо, во Флориде. Я сказала, wow, that's cool. Я говорю, это здорово. Ну, в общем, тогда он мне немножко даже надоел, но товарищ, друг, который был вместе со мной, он сказал, ты знаешь, сейчас ты для него самый добрый друг на свете, потому что он может говорить на своем родном языке. И ты вот как раз тот человек, который вот вовремя появился. Это вот был еще один случай. А следующий случай был метро. Я была уже в вагоне, ехала, и рядом со мной сидели мужчины с маленьким мальчиком. маленький мальчик, ну, время примерно было где-то уже 11 часов утра в метро. Маленький мальчик никак не хотел слушать своего папу. Отец ему на английском и так, и сяки, говорит, ну, уже успокойся, ну, хватит тебе. естественно, они говорили по-английски, меня, конечно, очень сильно удивило вообще, причем говор, вот, чистый говор такого новозеландского, австралийского такого акцента. Я уже к тому времени научилась различать вот это вот, слышать английский, либо это был английский, английский из Англии и же английский из каких-то других стран. В конце концов, после того, как папа ему сказал пять раз, чтобы он успокоился, ну, как я учительница, да еще из учительской семьи просто могу усидеть и не сказать маленькому мальчику, чтобы он успокоился, в общем, я вмешалась. Я спросила маленького мальчика уже, знаете, с такими строгими глазами и посмотрю на него, говорю, don't you understand English? Он аж прямо обалдел от того, что он в московском метро услышал английский, что кто-то говорит с ним по-английски. отец тут отец тут рассмеялся очень гад ха-ха-ха-ха гад надо же кто-то говорит по-английски и и тут и тут с его папой у мальчика разговорились я говорю откуда вы where are you from он говорит we are from New Zealand Микит из Новой Зеландии, я говорю, оу, what are you doing here? А он говорит, я говорю, что вы тут делаете? И он мне тут начинает говорить, что его жена, супруга преподает в одной из престижных московских школ английских. Я говорю, оу, very good, очень хорошо. А вы, говорю, работаете тоже? А он говорит, нет, я вот тут с сыном. Я говорю, оу, окей, значит, хорошо. В общем, вот такая вот была встреча. Хочу сказать, что действительно язык очень сильно помогает. И всем молодым людям хочу сказать, чтобы, посмотрев вот это вот видео, я смогла вас inspire, вдохновить на изучение языков. Не только помогает вот найти хорошую работу, но и, в общем-то, это здорово, когда ты умеешь и можешь общаться с людьми разных национальностей, разных народов. Поэтому учите языки, и пусть у вас все будет хорошо. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, и искренне я вам всем желаю всего доброго, здоровья и счастья. С вами была Эльвира из Америки. Погалым ялташлак. И шаным, тендалан келшэн мээн видео, тэк тендан илышэшты, иртак сай айдээмэ вашли алтэш. Этида айдэмэ, тэланда, боша, ончу каяш. Кода за комментариям, лайкам шэмдэзэ. Тажэлэй за да пиалээллан力 зэ, тунэмэзэ ялма влакам, и тымназэ ялма влакам, тэнімаш, ашкэмдэн, мэри ялмэгоуч. Айдэмэ, кээ пала, ашкэй, ялмажэм, аэмэ мэри влана. Зачэт, мы па алшастаголна, мэри ялмэ, ку намэ аклына, падалэна, ашкинам ашки елма гоч, то нам им нам ахлад пагалат моло влак. У нам мы полина ашкинам елмам, то нам тиде по шаштывалэш тунимашлан моло елма влак мат. Тидлан тунимза ашки маре елмада, да тагаг моло елма влак. Лиза та жадапела тендан диналиен Эльвира Америковича. Субтитры создавал DimaTorzok